Мы с вами двигаемся вперед и не углубляемся далеко в синтаксис языка, но все-таки некоторые вещи нам надо осваивать. Я уже говорил, что нашей задачей в этом курсе не стоит изучение синтаксиса питона, потому что программирование в первую очередь состоит не в синтаксисе языка. Иначе бы программисты устаревали очень быстро. Тот, кто когда-то выучил какой-нибудь Basic или Pascal, сразу бы отправлялся на свалку. На самом деле, или я, который учил язык C в свое время, пишут, что C никогда не умрет, конечно. Но тем не менее, программирование состоит в другом, в частности в алгоритмах. И мы с вами, безусловно, на это начинаем постепенно делать больший упор. Если в прошлый раз я вам показывал проектирование, я от этого не отказываюсь, и все алгоритмы, которые будут сегодня, я буду оформлять уже в виде функций. То есть это что позволит нам? Понимать четко, что он получил, что он возвратил. И разговор такой о функциях и взаимодействии с внешним миром по отношению к этой функции, он будет у нас практически всегда периодически вестись. А внутри функции мы реализуем алгоритм, который наилучшим образом выполняет поставленную задачу. Итак, я вам сегодня расскажу о массивах. Надо сказать, что сейчас я чуть-чуть слукавлю, но те, кто вдруг знает уже питон поглубже, вы, пожалуйста, помолчите. Я буду лукавить сейчас. Это на пользу всем пойдет. Значит, на самом деле я сейчас под массивами буду подразумевать тип лист, не раскрывая слишком глубоко все его возможности, чтобы реализовать все алгоритмами и все было видно и понятно. Итак, что такое массив? Массив это такой способ доступа к данным, когда у вас есть одно имя и сразу много данных. То есть у вас есть какое-то имя, я большой буквой А, а заглавлю и некоторое количество данных. 1, 2, 3, 4, 5. Данные, обыкновенно хранящиеся в массиве, имеют одинаковый тип. Значит, еще раз смотрите, какая логика. У вас есть объекты, заключенные в массив. То есть вот это сами объекты. Каждый из них является индивидуальным объектом. У них у всех одинаковый тип. Но я в данном случае, поскольку я напихал туда целых чисел, то я подразумеваю, что у меня в данном конкретном. Я еще не написал, как это дело пишется на языке программирования Python. Но вот пока что я вот так вот записываю. Это конкретные объекты, хранящиеся в массиве, как в некотором контейнере. Понятно? То есть это карабень большая, в которой как элементы хранятся целые числа в данном случае. Понятно? Так вот, весь этот массив у меня имеет тип лист. А вот хранящиеся в нем элементы не имеют собственных имен. Имен у них собственных нет. Но доступиться к ним, тем не менее, можно. Как мне создать? Да, каждый из них, еще раз говорю, в данном случае, каждый из них имеет тип int. Ну, в данном, еще раз говорю, конкретном случае. Давайте я напишу, как создать вот конкретно вот такой вот массив. Один, два, три, четыре, пять. Что я могу делать с массивом? Поскольку он является вполне таким контейнером, первое и самое интересное, что я могу с ним сделать, самое простое, это перебрать контейнер по порядку. Для этого не надо практически ничего, из-за того, что в питоне очень удобный для этого цикл for. forxinA forxinA двоеточие printA print, о, прошу прощения, x. Да, я, конечно, могу распечатать и весь контейнер целиком, то есть printA, он мне так и распечатает в квадратных скобках через запятую все элементы. Если же я хочу последовательно доступаться к его элементам, а называются вот эти вот объекты по отношению к своему контейнеру, называются элементы. Если же я хочу доступаться поэлементно, то вот таким образом я могу туда попадать. Надо понимать следующее, что в этом случае у меня возникает на каждой итерации альтернативное имя x, которое ссылается на те же самые элементы. Абсолютно на те же самые элементы. То есть у меня альтернативное имя x, добавочное, но это уже имя конкретного объекта. Если я спрошу, какой тип у этого x, то есть я вместо x, ну или вдобавок к самому x, напечатаю еще и type x, то увижу, что у меня там класс int, ну и так далее. Короче, класс int, целое число. Ясно? Каждый из них целое число. В то же время, если я спрошу, какой type A, то type A вернет мне лист. Это список. А теперь смотрите, вот такой интересный момент. Я могу, естественно, раз у меня есть имя x, я могу в имя x что-нибудь присвоить. Правильно? Ну, например, вполне нормальной ситуацией является следующее. x плюс равно 1. Логично? Согласитесь? Ну, правда, да? Логично, нормально, что я увеличиваю x на единичку. Да? Я увеличиваю x на единичку. У меня возникает какое ощущение и ожидание? Что? И даже более того, я сейчас распечатаю. Давайте я вначале покажу, что получится. Я увеличил x и распечатываю x. На следующей итерации x у меня связывается со следующим элементом, да? Он указывает на вот этот элемент. Я увеличиваю и распечатываю. Что я увижу на печати? Что я увижу на печати? Ну, я увижу вначале 1, 1, потом увеличенный 2, соответственно, да, x, потом 2, 3, 3, 4, ну, это вот на первой итерации, на второй итерации цикла, на третьей, на четвертой, 4, 1, 2, 3, 4, все правильно? 2, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, и 5, 6 на пятой итерации. Логично? Правда логично? Что? Как 2? Ну, я вначале печатаю x, тот, который был, вот x равнялся единичке вначале. Первый же, у меня же вот цикл for перебирает элементы контейнера по порядку просто. А? Все понятно, да? А теперь смотрите, окажется, что если я распечатаю после всего этого дела a, print a, то я увижу, знаете что? Я увижу 1, 2, 3, 4, 5. Такой вот маленький шок для тех, кто пишет на C++ или писал на Pascal. Почему? Ну, я же увеличиваю x. Дело в том, что пришло время поговорить немножко о модели данных в языке Python. Модель данных в языке Python. Как хранятся, собственно, данные? Оказывается, в Python есть изменяемые типы и неизменяемые. Есть изменяемые объекты и неизменяемые объекты. Вот есть такой объект, как единичка, ну, типа int, да? А теперь представьте себе, что я говорю, единичка, измени свое значение на двойку. Я могу сказать, единичка, давай, встань двойкой. Могу это сказать ей? Не могу сказать, да? Она константа. Так вот, для целых дробных чисел и вообще для других чисел принято следующее правило. Они являются константами. То есть, константный тип неизменяемый. А как же, мы же вот срабатывают же, мы же видим, что срабатывают. Знаете, что на самом деле происходит? Вот эта инструкция x плюс равно 1 расшифровывается следующим образом. Она расшифровывается, то есть, эквивалентно следующей. Эквивалентно следующей. x равно x плюс 1. Правильно? Как вычисляется это? Это вычисляется так. Вначале посчитать результат. А давайте посчитаем результат. Вот у меня первая итерация. x указывает на единичку. Считаем результат. У меня есть объект единичка. Есть еще один объект единичка, временный, который сожрет сборщик мусора, как только вычислится вот это выражение. Пройдет строка этого, объекта нет. У меня эти два объекта порождают объект 2, типа целое число. Надо было белый все-таки мел взять. Они порождают у меня при помощи операции плюс порождают мне объект 2 и и что? После этого у меня происходит x равно, то есть связывание, присваивание в питоне, это связывание имени и объекта. И у меня имя x отвязывается от старого объекта и связывается с новым объектом. После чего временный объект необходимый для вычислений удаляется. И у меня что остается? Что x ссылается на объект 2. После этого благополучно происходит print x, распечатывается. x и и что? И x на следующей итерации имя x не исчезает, но начинает ссылаться на другой объект. Этот объект временный, на него ссылок больше нет. Нет. приходит так называемый сборщик мусора и съедает этот временный объект. Понятно? То есть у меня вот здесь x только что указывал на один объект, а потом стал указывать на другой объект. Понятно? И даже более того, вот здесь вроде бы он упомянут один раз, но на самом деле у меня здесь x два раза. Вот в этом выражении получается x еще старый объект, а здесь получается x это имя уже нового объекта. Понятно? Будьте внимательны. Иногда в питоне вот эти вещи, они вызывают шок. Поначалу, когда человек не понимает вот этой ссылочной модели. А идея в том, что есть имена, имена, а есть объекты. А есть объекты. Понятно? Вопрос. А как же нам изменить сам массив, вот сами элементы, хранящиеся в нем? Хотелось бы их как-то поменять. Ну, давайте, например, поставим задачу возвести каждый элемент в квадрат. Если бы не вот это дело, я бы, конечно, это сделал тривиальным образом. Я бы взял и написал вот тут вот, сказал бы for x in a x равно x умножить на x. И, пожалуйста, а я не могу так изменить. Правда? Не могу. То есть у меня будут временные переменные x будут у меня создаваться, а потом имя x указывает уже на другую переменную, на другой элемент массива. В общем, пользы, пользы от этого мало. Но, если я хочу доступиться к элементам массива readonly, ну, как бы, просто считывая их, то, пожалуйста, можно бегать по массиву for x in a. Ну, например, распечатать их, скопировать в другой массив. Этим можно и удобно пользоваться. Понятно? Как к любому другому контейнеру, а будут еще другие контейнеры для хранения элементов, кроме массива. А как же мне все-таки доступиться по-другому? По-другому. Так, чтобы, собственно, к самой ссылке. Вот, оказывается, очень просто. Для этого мне требуется доступаться к элементу по индексу. По индексу. У массива, у каждого элемента предусмотрен индекс. Причем, причем, эти индексы идут от нуля. 0, 1, 2, 3, 4. То есть, у первого элемента индекс 1. Это великая идея. Она очень важна и полезна. если вы считаете не так, то объясните мне тогда, почему в российских лифтах, в гипермартике, вы, наверное, бывали, вот там минус первый этаж. Почему он следует сразу ниже, чем первый? Почему нет нулевого? Почему минус первый, потом первый, потом второй и так далее? если я не ошибаюсь, у французов летош, первый этаж, это надэтаж, то есть, это реально этаж, а это просто жилище, вот это первое, ну как первое, базовое жилище, а двухэтажный дом, то, что мы называем, это дом с этажом, понятно? Первый этаж, а это нулевой, вот мы сейчас на нулевом этаже по-французски, понятно? Вот у массива нулевой элемент это первый. Я, чтобы была четкость и однозначность, разделяю понятие номера и индекса. Но мне нравится считать итерации, говорить, это первая итерация, это вторая итерация. Так вот, я сейчас к, да, при помощи к пробегусь по диапазону от нуля до четырех, k in range 5, это как раз range, функция мне сгенерирует арифметическую прогрессию, start, stop, step, помните, да, range, три параметра, start, stop, step, вот когда я пишу range 5, это то же самое, как если бы я написал range 0, 5, 1, начать с нуля, stop 5, недостигаемый, да, то есть это граница, и шаг единичка, ну кто ж так пишет, когда можно просто написать range 5, и понятно, что это значит от нуля до четырех. Итак, я перебираю индексы по порядку от нуля до четырех, for k in range 5, и что я делаю? Я беру и пишу a катый равно a катый умножить на что? А, я хотел возвести в квадрат. на а катый. Вот теперь у меня нет никакого дополнительного имени x, которое является, на самом деле есть у меня этот k, но k это всего лишь у меня номерочек, то есть это индекс у меня, индексная переменная. И она простепенно там тикает 0, 1, 2, и я ей этой индексной переменной пользуюсь для того, чтобы вытащить непосредственно вот сам список менять. Понятно логика? Вот. Итак, таким на самом деле в списке хранятся даже не сами объекты, а ссылки на них. Но учитывая, что я сейчас буду пользоваться константными объектами, мне проще будет вот так рисовать, что они как бы там внутри и сидят. Вот. Но вот таким вот образом я действительно буду менять сам список, сами объекты в этом списке. Понятно? Называется поэлементный доступ к нему. Ну, все это, конечно, хорошо. Но, да, возникает вопрос, а как бы мне создать массив подлиннее? Ну, помните, как с циклом for. Пока я там for писал 5 итераций, там можно было написать for x in 1, 2, 3, 4, 5. Правда? А если я хочу создать массив размером 100, 1000, миллион целых чисел, как мне его создать, как мне его заполнить? Вот. На самом деле очень просто. Для этого я могу воспользоваться следующим синт... Я вот тут вот напишу, потому что дальше мне уже пример нужно будет писать. Значит, я могу создать его... А, ладно, давайте здесь. Следующим образом, значит, создать это вот так вот. Я могу взять и сказать нулевое значение хочу размножить там столько раз, сколько мне надо. Хочу 1000, пожалуйста, будет 1000. Дальше возникает следующий вопрос. А как мне... Ну вот я создал массив размером 1000, потому что мне поставили задачу. Вам введут не более 1000 чисел, которые надо запомнить. А зачем бывает, кстати, запоминать числа? Ну, например, если нужно вывести их в обратном порядке. В этом случае вам нужно по-любому их все запомнить, и никакой однопроходный алгоритм не сработает. Вам нужно их запомнить все. Вот мне сейчас будут вводить числа, и мне их нужно запоминать вот туда. Вот я себе запас 1000 ячеек, шкаф в 1000 ячеек, там в начале разложены нули, а как бы мне собственно организовать счет, да, вот, вот, уровни заполненности. Я же его не сразу, то есть нули-то я тут положил, просто чтобы там пустоты были как бы, да, чтобы что-то там уже лежало. Ясно? Ну не может же ничего не лежать. Вот я кладу, кто знает питон, вдруг, кто знает питон? Нет таких? Молчим. Один человек, и он молчит. Молодец. Значит, смотрите, что я сейчас сделаю. Я хочу ввести переменную, которая будет хранить уровень реальной заполненности в этом массиве. Понятно? То есть реально сейчас там хранится сколько? 0 элементов. Я введу это словом топ, верхушечка. Вот верхушечка сейчас на нуле. Верхушечка сейчас на нуле. Можно так, смотрите, воспринять это, что у меня есть как бы некий стакан, высота которого запасенная 1000, да, но я чтобы, ну и там как бы воздух находится нули. Но реально я говорю, сейчас верхушечка топ указывает на индекс 0. Она говорит, там 0 элементов. Заодно, кстати, топ указывает, что? Фактически первый элемент, куда нужно копировать. Первый элемент для заполнения. Как раз нулевой индекс имеет. Правда? Поэтому что я буду делать? Ну, допустим, входной поток данных представляет из себя числа, мне гарантировали, что их не больше, чем 1000, представляет из себя числа, которые идут, идут, идут и в конце завершаются нулем. Последнее число 0. И этот 0 для меня является терминатором последовательности. Ну, то есть признаком того, что последовательность кончилась. То есть я его не включаю в запоминание, но он для меня признак. А потом я все числа ввожу задом наперед. Логично? Понятно, да? Тишина какая-то. Понятно? Все. Я что делаю? Я считываю число. x равно int input. Я совсем уж простенькие примерчики, на которых я чисто базовый синтакс объясняю. Я не буду писать на компьютере ради махания руками и рисунков. x равно int input. Дальше, что я говорю? Пока у меня этот x не равен нулю, пока x не равен нулю, что я буду делать? То есть я получил x, и говорю, о, не 0, значит мне пихнуть его нужно в массив. Куда? Ну, естественно, по указателю топ. То есть я ровненько в топовое место кладу то число, которое мне пришло. я говорю, а от топ, где топ это уровень заполненности, равно x. Да? но я что-то положил теперь реальное число. Ну, допустим, там 1, 2, 3, 4, 5 вводятся, а потом 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0 на входе. Да? На входе 1, 2, 3, 4, 5, 0. Каждая в отдельной строке. Ну, я же in input, я считываю каждое из отдельной строки, преобразуя к целому числу. Но топ должен что? Сказать, а теперь там один элемент хранится. То есть топ я должен увеличить. Да? Топ плюс равно 1. Ясно? То есть я себе щелк и повысил уровень заполненности. Логично? Понятно, да? Что-то какая-то тишина у вас. Или я очень скучно, или непонятно рассказываю. Понятно. А точно все нормально? Ну, хорошо. Ну, я считываю следующий х туда. Может, вас кто-то другой опечалил. Коллоквиумы, задания. А? Нет? Может, деканат вредничает? Вы же смотрите на пары, приходите. На лабы. Лабы пропускать нельзя. Ну, в общем, вот таким образом я организовал считывание. И теперь у меня два эффекта. Первый. У меня в самом массиве разложены один, два, все числа последовательно, да? А заодно топ равен пяти. То есть количество реально хранимых чисел. Здорово? И я могу дальше теперь уже не циклом while, который имеет непредсказуемое количество операций, а теперь вывести числа задом наперед я могу как? Фором обычным. Правда? Каким образом? Я запускаю цикл for с k, который пробегает индексы в диапазоне. Какой диапазон у меня индексов? Начиная с топ-1. Почему? Потому что у меня, если там 5 элементов, то максимальный заполненный индекс какой? 4. Я же с нулевого начал. Правда? С нулевого по четвертую у меня они хранятся. Поэтому for k in range начиная от четвертого это старт. Какой стоп у меня? 0 должен быть достигнут, поэтому 0 стопом быть не может. минус 1. И шаг. Какой? Минус 1. Понятно, почему такой range крокодилистый? Чтобы пробежать от 4 до 0 включительно. Ну и что теперь я делаю? Я распечатываю ak-at-y. Print ak-at-y. То есть в данном случае я просто доступаюсь к элементам массива в обратную сторону, не удаляя их оттуда. То есть я его не опорожняю, не осушаю, я топ не уменьшаю, я их продолжаю там хранить, надо я продолжу использовать. То есть при помощи дополнительной переменной я могу контролировать реальный уровень заполненности в массиве. А если я захочу все-таки оттуда чуть-чуть удалить элементов? Ну понятно, что шкаф на месте останется, но очистить их. Правда тут такой вопрос есть. Дело в том, что это же информационный процесс, мне не надо реально брать объект и выкидывать. Ну редко такая ситуация, возникают иногда такие ситуации, когда мне нужно реально очистить память из-под объекта. То есть каким-то образом прям сборщику мусора сказать ну ноль явным образом туда положить. Но в данном случае я не буду экономить пытаться эту память, что-то сборщику мусора говорить, выкинет эту пятерку. Нет. Пускай себе эта пятерка продолжает храниться, но я что должен сделать, чтобы удалить эту... Я просто топ должен понизить. Понятно? Ладно, но про стековую структуру мы будем говорить попозже. По сути мы можем на этом деле построить простейший стек. Значит, теперь давайте обсудим с вами некоторые простые алгоритмы. Значит, сейчас будет алгоритмы линейный поиск массива, копирование массива и... Что у нас? Копирование задом наперед. Да? Копирование... Это простая вещь. Я думаю, что копирование задом... Копирование понятно, как происходит. Да? Копирование задом наперед. Ну давайте, ладно, это можно даже, наверное, нарисовать. Линейный поиск можно было бы вам показать. Копирование массива вначале на доске. Копирование массива. Ну для этого, естественно, что второй массив должен быть соответствующего размера, да, чтобы я мог туда скопировать. Но никаких проблем. Допустим, в моей задачке будет заранее известен размер массива. Такой часто в олимпиадных задачках. В первой строке, или в ЕГЭшных, в первой строке вводится размер массива. Да, сколько элементов будет введено. А потом уже их надо запоминать и так далее. Итак, вот мне уже известен размер массива. Я создаю два массива, соответственно. А будет у меня составить из 0 умножить на n. И b у меня, соответственно, тоже заполнен нулями умножить на n. Ну, допустим, а мне ввели с клавиатуры. Ну, каким образом мне считать массив а? Да. Мы сейчас обсудим. Хороший вопрос. Можно ли так сделать? Ответ нет. Сейчас покажу. Виновата ссылочная модель данных. Итак, что я сейчас делал? Я создал два. Давайте я заполню а разумными числами. Ну, каким образом? For k in range n. Ну, мне заранее известно, сколько там элементов будет. Я беру и в а вкатый кладу значение с клавиатуры. Int input. Нормально? Понятно? Ну, без лишних иксов. Мне же заранее известно, сколько. Мне не нужен икс теперь. Я сразу в а вкатый кладу то, что ввели с клавиатуры. И сразу известно, сколько их. Самое главное известно, что сколько их штук. Как мне скопировать из а в б? Ну, никаких проблем. For k in range n. Я, соответственно, беру и кладу из а, прошу прощения, в б вкатый, я кладу значение а вкатого. Тривиально? Тривиально. Тривиально? Что? Ну, допустим, это было сделано до, и в какой-то момент возник, нужно скопировать из одного в другой. Ну, просто, чтобы... Иначе вообще, а зачем нам второй массив? У меня возник вот вопрос. Вот зачем я вот так это делаю? А нельзя ли сделать так? B равно A. А давайте я сейчас сделаю вот так вот. Я напишу здесь только не B равно A, а C равно A. C равно A. Ну, ведь так же можно, да? Взять и создать... Имена в питоне создаются методом присваивания в них. Это правда? Да, логично? Имена создаются методом присваивания. Потому что присваивание фактически есть связывание, оно в создании нового имени. А теперь смотрите, что у меня сейчас происходит. У меня A создался как контейнер, содержащий нули в объеме тысячи штук. B создался как контейнер, содержащий нули в объеме тысячи штук. А как создался C? Ну, вот это вот, опять же, вот это тривиальная вещь. Я, заполнив A, ну, допустим, я туда сейчас даже буквально там не A, K, T равно int input, а A, K, T равен тупо K, плюс один. Ну, чтобы там один, два, три было, а не ноль. Да? Могу так сделать? Могу. Ну, допустим, там просто ввели один, два и так далее до тысячи. Присваивание вот это, оно логично и понятно. Что делает? А вот это что делает? C равно A. Оказывается... Скажите, какая-нибудь операция выполняется здесь? Плюс, умножить, разделить. А? Целка создается. Да. У нас никакой операции создания нового объекта не происходит. Понимаете? Это значит что? Что C всего лишь является ссылкой на тот же самый A. А, ясно? Если я хочу скопировать в уже имеющийся список, то логичный и правильный способ, это вот полиментное копирование. Я молчу сейчас про другие возможности. Все, кто знает Python, молчите. И пока лучше не копайте. Чуть-чуть позже мы это изучим. Вот контест пройдете на следующей неделе, и можно вам будет немножко рассказать. Значит, понятно, да? Ну, в любом случае, поэлементное копирование. Именно так оно в любом случае будет устроено. А если я хочу создать новый список и запустить этот процесс автоматически, то есть реально создать копию. То есть еще раз говорю, C в данном случае, это второе имя того же самого объекта. А учитывая, что списки являются изменяемыми, то если я изменю теперь А нулевому, положу какое-нибудь значение, 777, то я легко обнаружу, что C нулевой у меня, C нулевой у меня кто? 777. Понятно? Не единичка, которая туда вначале была с клавиатурой введена, а вот. То есть имя у меня может существовать сколько угодно имен одного и того же объекта. И если объект является изменяемым, то у меня могут происходить что? Внезапное изменение самого объекта. Возвращаясь к тому, что я сказал, число. Можно ли изменить число? Представьте себе вот такая ситуация. x равно 1, y равно x, да? И тут вдруг x и y на самом деле указывают на один и тот же объект, на единичку. На реально один и тот же объект единичка. А зачем в памяти хранить несколько объектов целого числа единичка? Правда? И вдруг у меня, например, x изменился. x плюс равно 1. Правда? И представьте себе, что сама единичка взяла и изменилась. И у меня внезапно y, ну или ладно, вот допустим y, да? По ссылке y я взял и изменил. У меня вопрос, что оказывается x изменился. Ясно? Это было бы странно, потому что как, как, как? Ну, я вроде бы скопировал в y, с y поработал. А x почему-то меняется. Но вот чтоб не возникало совсем вот таких вот безумных ситуаций, у нас в этой ситуации, да, у нас, поскольку объект число является неизменяемым, то любая арифметическая операция, она фактически создает новое число. А старое число, уж если вы на него ссылку имеете, то она так и останется, можно не волноваться, что по какому-то другому имени это число кто-то изменит. Ясно? Что-то вы слишком сильно молчите, мне вот прям тяжелое ощущение какое-то. Ладно. Про ссылочную модель чуть-чуть пообщались, значит я... А со списками это дело, проблема остается. То есть лучше, лучше не делать или четко понимать, если уж у вас есть альтернативная ссылка на тот же самый список, то четко понимать, что по этой ссылке вы изменяете сам тот же объект, тот же объект списка. Понятно? Мы с этим сейчас столкнемся в функциях. Внутри функции внешний список мы будем... Я вот сейчас начну писать. Внешний список внутри функции будет доступен по ссылке с другим именем. Ладно, а как же мне все-таки вернуться к тому, чтобы сделать дубликат, полный дубликат того списка, который есть и покороче. Ну, чтобы мне не писать C равно... Ну, то самое, что для B сделано. Есть такая возможность, я явным образом могу сказать, сотвори-ка мне список на основе списка A. C равно лист A. Я вызываю явным образом конструктор списка, и он создаст новый список, копию списка A. Значит, у нас с вами сейчас... Какой у нас алгоритм обращения... А, вначале линейный поиск в массиве. Я создам функцию, которая будет называться ArraySearch. Я ей буду передавать массив. Я буду передавать размер массива. И я буду передавать... То есть размер, в котором я буду, собственно, искать, да, диапазон поиска. И я буду передавать, собственно, X, искомое число. Надо сказать, что в питоне, начиная с некоторой версии, я могу упоминать типы. То есть я могу вот тут писать, какой тип там ожидается. То есть, в принципе, вот тут вот я могу не писать, а могу писать. Но я напишу, чтобы подразумевалось, что там у меня будет. А – это список, лист. Н – это целое число. И Х – это целое число. Это заголовок моей функции. Документ строка. Значит, что делает эта функция? Она осуществляет... То есть я прорабатываю интерфейс ее работы. Осуществляет поиск числа Х в массиве А. Да? В каком диапазоне? От нулевого до N минус первого индекса включительно. То есть по N не включительно. Да? Дальше возникает вопрос о том, что она возвращает. Если она нашла элемент, то что она по-хорошему должна вернуть? Его местоположение. Этаж. Индекс. Не номерового массива, а индекс. Итак, возвращает индекс элемента Х в массиве А. А если там нет такого элемента, что ей возвращать? Ноль – это законный этаж. Это значит, что он первым элементом там находится. Минус один. Вот хорошая мысль – возвращать минус один. Значит, или минус один. Вот мы с вами и договорились. Между прочим, это знаете, как сесть и договориться на берегу, говорят. Такая поговорка, да? Вот надо сесть и договориться на берегу. Или минус один, если такого нет. Вот я сейчас сформулировал, собственно, договоренность, некий протокол. И пока что я оставлю пэс. Что это такое я сделал? Это мог функция. Пустышка. Функция пустышка. Это махинатор, который как раз ничего не делает. Пока что. И я начну им пользоваться в начале. То есть я реально сейчас напишу маленький тест, который будет эту функцию тестировать. Я увижу сразу, что тест мой заваливается. Что там не то, что я ожидаю на самом деле. Но потом я уже реализую. И когда я реализую правильно, то мои тесты начнут проходить. Так, ну что же, я здесь напишу, соответственно, тестирование. Каким именно образом? Значит, ну можно так и назвать функцию. TestArraySearch. Но я сейчас не буду оформлять ее вообще как функцию. Хотя хочется, честно сказать. TestArraySearch. Сделаю. Она ничего не возвращает. Она просто напечатает результаты. Вот что она будет делать? Она создает список. Я прям сразу, чтобы ни с клавиатуры ничего не спрашивать, я прям сразу создам список. 1, 2, 3, 4, 5. И, соответственно, что? Я получаю значение, которое вернет ArraySearch. Давайте назовем его M. M равно ArraySearch. Что я буду искать? Я буду искать в списке... А, кстати, а зачем я его тут назвал буквой A? А. Давайте его назовем A1. А1. Другое имя, другой массив. На самом деле вот здесь вот никакого массива вообще не будет. Вот это A является формальным параметром, будет фактически ссылкой на тот же самый A, вот этот. Так, ну что же, значит, что я делаю сейчас? ArraySearch A1. Я говорю, что там 5 элементов, и я буду искать какое число? Число 8. Давайте вначале проверим действительно негативный случай. Значит, что я теперь говорю? Если у меня M равно минус 1, в этом случае, значит, что я скажу? Что у меня тест 1, пест, ну или окей. А иначе, что я скажу? Тест 1, фейл. Логично? Ну все, вот я и написал микротестирование. Да? Если функция неправильно возвращает значение, то, ну между прочим, кстати, вот это вот ArraySearch, да, он должен, по идее, что-то же возвращать вот тут вот. Да? Все-таки. Что он будет возвращать? Вот PES он сейчас ничего не возвращает. А по идее мы договорились, что он возвращает число. То есть протокол не соблюдет. Но мы это сейчас обсудим. То есть это мог функция, она плоха настолько, что она не соблюдает сам протокол вообще. Из-за этого программа не будет запускаться. Не то что тестироваться, а даже запускаться. Она будет выдавать ошибку выполнения. Сейчас увидите. Так, значит, теперь, что я дальше? Я второй тест сделаю с А2. Поскольку оно будет очень похоже, я сделаю копипастом. Значит, второй тест А2. Значит, я сделаю какой массив? Ну давайте сделаем там минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. 5 элементов по-прежнему. Что я буду искать? Ну давайте что-нибудь разумное. Минус 3. И соответственно, у минус 3 какой должен быть, чтобы был окей? Индекс должен быть 2. Ну я могу написать еще, а прошу прощения, у меня вот здесь вот неправильно. Я могу написать еще какой-нибудь тестик, да, там на массивчике размером побольше. Особенно, кстати, вопрос, а какой индекс он должен возвращать, если там несколько одинаковых элементов. Вот смотрите, что получается. Возникла такая ситуация. В процессе обдумывания самой функции я уже создал ее протокол взаимодействия. И оказалось, что я не до конца понимаю задачу. И мы вместе с кем-то, с молодым человеком поняли, что лучше, или кто подсказал, я не помню, что лучше минус один возвращать в качестве отрицательного ответа. Ну потому что минус первого этажа нету. Да? Но оказывается, и этого недостаточно. Недоговоренность есть в том, а что мы будем возвращать, если... Вот за что юристы деньги-то получают. Они когда договор составляют, у них там все прописано. Понимаете? То есть вот, а что если непреодолимые обстоятельства? А что если там откажется та сторона, другая? Какие компенсации? А вот оказывается, в программировании тоже немножко есть вот этой возни. Хотя мы, казалось бы, хотим всего лишь найти номер элемента в массиве, линейным поиском. Понимаете? А все равно вот эта возня. Ну что, давайте допишем документ, строку хотя бы. Что мы напишем? Если в массиве несколько одинаковых элементов, равных x, несколько одинаковых элементов, равных x, то что? То вернуть индекс, давайте, первого из них. Первого по счету. Супер. Значит, я тоже такой тест напишу, на всякий случай, что это соблюдено. Вот три теста у меня будет. Тест 1, тест 2 и тест 3. Эть. И тест 3. Так. Значит, ну я тут какие-нибудь условно тоже другие числа напишу 10, 20, 30, да, 10, 10. Ну и, соответственно, я среди пяти элементов ищу элемент 10, и индекс, который он должен мне найти, это 0. Логично? Ну все логично. Это тестирование, конечно же, не является полноценным. Да, то есть я здесь фактически, ну так, чуть-чуть потыкал эту функцию. Ну будем считать, что этого достаточно. Так, для примера, как эту функцию в принципе пишу. Можно написать. Так, значит, мы это дело сохраняем. Сейчас, одну секундочку, да. Сейчас я подправлю. Какая у нас пятая сегодня? Так, это у нас search. Тест 1, тест 2 и тест 3. Опять же, это не идеальная организация, совсем не идеальная организация тестирования, но зато она вам полностью понятна. Да, и естественно, что сейчас, поскольку моя программа, она в принципе никакой функции не запускает, то если я запущу, она ничего не выведет. То есть у меня будет просто тупо консоль. Вот он раз, запустился и все. Ну, само тестирование тоже надо запустить. Поэтому я вот здесь вот ниже по тексту напишу, что тест array search. Ну, просто вот так вот раз и вызвал его. Да? Так, ну все. Запускаем и обнаруживаем, что у нас программа заваливается с ошибкой выполнения. А, прошу проще, почему-то ошибка не наступает. А, я понял почему. Дело в том, что функция возвращает мне в этом случае специфическую переменную non-type. это специфическую ничему. Специфическую ничему. Значит, я сейчас вот здесь вот все-таки напишу return, например, минус один, пусть она всегда возвращает. Да, и окажется, что, возможно, некоторые тесты случайно прошли. Но, реально функция будет работать, когда пройдут все. Ну что, пора писать. Вот теперь реально пора писать. Итак, что я буду делать? Я сделаю следующим образом. Я буду перебирать индексы в диапазоне. Каком? От нуля до n, невключительно. И если у меня, если у меня акаты окажутся равным x, в этом случае я что делаю? Я сразу могу выходить, возвращая индекс k. Вы мне скажете, Тимофей Федорович, ну зачем же вы так много текста написали? Ну вот документ строка, тестирование. Это цена за то, чтобы гарантировать правильность. Гарантия правильности, она очень важна. Опять же, я закладываю сейчас вам в голову очень важную вещь, что важно не просто написать программку. Ну согласитесь, что написать, извините, вот это вот, да, вот это вот написать. Это ж нечего делать абсолютно. Правда? Зачем? Вся эта обертка, ответ для четких гарантий того, что я тут написал, что оно делает то, что надо. Ясно? Ладно. Значит так, мы с вами с R.A. search закончили, с поиском. Значит, обращение массива. Я сейчас напишу, ну давайте примерно по такому, уже только быстренько, с меньшим количеством комментариев. Комментариев. Так, поехали. Значит, это у нас будет функция, которая будет инвертировать сам массив, inverse, как, inverse или invert? Invert, мне кажется. R.A. Инвертировать массив. Обратите внимание, что эта функция должна будет менять массив в самом себе. Обращение массива. Ну в данном случае вы же понимаете, что мне нужно знать его длину, да, поэтому я буду ее сюда передавать. Лукавлю я, конечно. Опять же, слава богу, вы питон не знаете. Обращение массива. Значит, у меня A предполагает список, да, N предполагает целое число. Значит, обращение массива. То есть у меня задом наперед. Значит, его поворот. Ну, естественно, в рамках индексов от 0 до N-1. До N-1. Так, отлично. Ну и опять, я сейчас что делаю? Ничего. То есть эта функция, она вместо обращения массива, она его не трогает. Ну и тест. Invert. Что-то тут, я не знаю. Inverse это инверсия, да, а Invert это глагол. По-моему, правильно все-таки. Invert Array. Ничего не получает. Значит, что я буду делать сейчас? Я буду еще проще, чем в прошлый раз тестировать. Я не буду создавать отдельный список. Я его буду совать ей прямо в глотку. Прямо вот в аргумент функции. Я же знаю, что должно... А, нет, прошу прощения. Мне же придется его сравнивать потом. Не получится. Ну, в общем, я туда скопирую несколько этих массивчиков. А1. Да, и дальше я сейчас буду запускать этот тест фейл сюда. Значит, что у меня получается? Если у меня А1 равен чему? 5, 4, 3, 2, 1, то окей. Можно ли сравнивать списки друг с другом? Можно ли так делать? Да, так можно. Это одна из функциональностей. Мне некогда сейчас описывать, что да, надо же реально поэлементно их сравнить по всей длине. Я сейчас буду это просто сразу использовать. Да, можно их сравнивать. Это означает поэлементное сравнение. Итак, я предполагаю, что после вызова функции invertArray, а я указываю 5, как количество элементов в нем хранящихся, у нас она должна быть вот такой. Да? Так, отлично. Ну и немножко еще. Давайте двух примеров более чем достаточно. Двух примеров более чем достаточно. Какой еще возьмем? Ну давайте сделаем так. Я заполню его нулями. А, это же мне придется. Ну давайте, ладно. 0, 0, 0, 0. Да? 0, 0, 0, 0. Запятая 7 элементов. А, сколько там было? Давайте четное количество элементов сделаем. И четное количество элементов здесь 10 напишем. Ну и, соответственно, invertArrayA2, там я забыл A1 написать. Тест 2, тест 2. Так. Значит, каким он должен получиться? Он должен состоять из нулей, да, и в конце, в начале, в самом десяточка. И в самом начале десяточка. Так, все супер. А? Сейчас, секундочку. Еще раз, что? А, 8 элементов. Спасибо большое. 8. Да, а то он не там развернет. Все останется прежним. Нули развернутся и все. Ну что, опять начинаем с того, что мы написали тестирование. Теперь запускаем, смотрим результат. Давай. А, я забыл запустить само тестирование. Тест invertArray нужно запустить. Вписываю его запуск. Вписываю его запуск и запускаю всю программу. Ну вот, собственно, тест 1 фейл, тест 2 фейл. Ничего он не разворачивает. Так, а теперь давайте с вами напишем обращение массива. Очевидно, если у меня было два массива, то я вот могу вместо копирования из А катого в B катый, я могу копировать в B катый из А N минус К минус первого. Откуда возникает N минус первой? Ну, я могу по-другому переставить. N минус первой минус катый. То есть я буду копировать элементы как бы накрест. Я только покороче их напишу. 1, 2, 3, 4, 5. И B у меня соответствующий. Я копирую что? Сюда я копирую из N минус первого на первой итерации, но с K равен нулю. Как бы на нулевой итерации. Я отсюда буду из четвертого элемента копировать вот сюда. На этой я сюда. На этой, на третьей фактической итерации с индексом 2. Понятно? Вот так произойдет зеркальное копирование. Да? Вот таким вот образом. Если диагноза единичка не лишняя? Не лишняя. Потому что индексы у меня нулевой, первый, второй, третий, четвертый. А количество элементов N равно 5. Если я тут напишу просто N минус катый, то на итерации фактически первой K равняется нулю. И у меня будет что? N минус нулевой элемент, а его нет в списке. Я получу ошибку. Попытка вылезти за границы списка приводит к ошибке. Поэтому нет, не лишняя. N минус 1 минус катый элемент я копирую в B катый. Ясно? Вот таким вот образом я могу накрест заполнить. Вот. Но только у меня проблема какая? Что у меня массив A, да, мне требуется менять сам в себе. 1, 2, 3, 4, 5. Что для этого надо делать? Ну, если я это сделаю точно так же, как вот тут вот, да, вот подставлю вместо B катого А катый, то получится следующее. А давайте я сейчас буду не только тест фейл писать, а я еще и буду сам результат печатать. То есть сам A, который после инверсии. Давайте, чтобы мы могли посмотреть на результаты тестирования. Значит, ну вот в данный момент пока что print A1 до и print A1 после. Ну и здесь, соответственно, print A2 до, print A2 после. Сейчас это выглядит так, что… Сейчас, одну секундочку. Reference before assignment. Это где? На B2. А? На A2, C2, B2. А, прошу прощения, я не там, да, действительно. Мне нужно после инверта описать. Визуально ошибся. Ну, в общем, смысл в том, что он не трогает. Вот они, два этих массива абсолютно, они вот одинаковые. Дальше. Вам видно? Пока не буду свет выключать. Значит, а теперь какая ситуация? Значит, а теперь я пишу туда то, что у меня заготовлено для копирования массива, только в обратном порядке. For K in range N, я в A, катый, кладу элемент AN-1-катый. Запускаем. Что это такое? 5, 4, 3, 4, 5. Что произошло? У меня элементы А перетирают элементы А. То есть я пятерку скопировал поверх единички, единички просто не стало. Четверку поверх двойки, двойки просто не стало. Тройку поверх тройки, потом четверку поверх четверки, но там-то уже и так была четверка. То есть у меня произошло такое бдыщ, и оно накрыло половину массива. Естественно, если я поменяю местами, когда это в ситуации с B было, мне была какая разница, как я копирую, сзаду наперед или спереду назад. Главное, что зеркально. То есть я мог, в принципе, с массивом B поступить вот так. Я мог говорить, например, BN-1-катому, я кладу значение А-катого. И это тоже было бы вполне, ну, просто порядок следования бы другой шел. Правда? То есть если я здесь это дело поменяю, то у меня тоже ничего хорошего не получится. У меня будет 1, 2, 3, 2, 1. То есть левая половина на правую упадет, а потом обратно, но это уже ничего не поменяет. Мне нужно реально другое действие осуществлять. А именно, мне надо менять элементы местами. Для этого я воспользуюсь алгоритмом обмена двух переменных значениями. Помните про стаканы с молоком? Да, ну, правда, в питоновском стиле любят как? Подкидывать две сковородки с блинами и накрест ловить, да? x, y равно x, y, x, помните? Да? Вот такое присваивание множественное. Помните? Ну, вот я, в принципе, имею право хоть тем, хоть тем воспользоваться. Вот я сейчас его напишу. Я сейчас не буду, опять же, на доске дублировать. Я сразу туда впишу этот алгоритм обмена элементов значений. Ну, их понятно, как надо. То есть, вот тот менять с тем, да, противоположным. Какие они противоположные? И так тут уже написано. Возвращаемся сюда. Значит, у нас вот эти два элемента надо поменять местами. Как я это сделаю? Я говорю, акаты, аn-1-каты, да, равно, а здесь их меняю местами. Так, ну, все нормально? Что ненормально-то? А? Ну, кто-то очень умный, видимо, да, ЕГЭ по информатике сдавал, наверное. Запускаем тест фейл. В чем проблема? Действительно, фишка в том, что мы вначале меняем нулевой с четвертым, потом первый. То есть, у нас сейчас, где тут массивчик какой-нибудь набросать? Один. Ну, давайте я там от нуля начну. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Что получается? Я поменял местами нулевой с четвертым, да, четвертый, нулевой теперь вот тут. Поменял первый с третьим, поменял местами, да, поменял двойку с двойкой, но это ничего не сделало. А потом индекс продолжил расти, и я поменял кого? Третий с первым элементом, и они вернулись на места. А потом индекс продолжил расти, и я поменял четвертый с нулевым, и они второй раз поменялись местами. То есть, короче говоря, работы сделано много. Все переложил туда, потом все переложил обратно, да. А реально ничего не сделано. То есть, мне нужно было на серединке остановиться. Для этого мне нужно что? Н как раз пополам нацело, с отбрасыванием остатка, чтобы даже двойку с двойкой не менять местами. Поэтому Н пополам с отбрасыванием остатка и не включать в диапазон. Но это будет выглядеть очень просто. То есть, вот сюда дополнительно, Н пополам. Но надо сказать, что вот обмен двух переменных местами, он вот в таком виде. Когда это x, y, он выглядит нормально. А вот так вот я, честно сказать, может даже с третьей переменной предпочел через ТМП. Может быть, это бы выглядело... Ну ладно, это не принципиально. Обмен двух переменных значениями. Вот как есть, пускай так себе и остается. Так, ладно. И опять же, вы мне скажете, Тимофей Федорович, зачем столько слов тест писать, когда оно тривиально? Ну вот ради чистоты этого дела, ради качества кода. Так, значит, мы с вами добавление элементов в конец и в начало массива, мы в принципе уже сделали, понимая то, что мне нужно еще и контролировать уровень заполненности. Оформить это в виде функции так, чтобы еще и в переменную там уровня заполненности возвращать, будет затруднительно. Как только вы научитесь работать сами с уровнем заполненности, я вам сразу скажу, где реально брать количество элементов, хранимых в массиве. Значит так, и что еще мы с вами не обработали? Вот парочка, собственно, теперь алгоритмов, в которых массива уже таких алгоритмов не совсем учебных. Циклический сдвиг, циклический сдвиг, а решертой аэротосфена, дай бог нам успеть 20, нет, уже осталось 10 минут, 12 минут. Что такое циклический сдвиг? Циклический сдвиг в массиве. Циклический сдвиг. Это операция преобразования элементов массива, причем она бывает разной. Циклический сдвиг бывает влево, а бывает вправо. Вот оказывается, что циклический сдвиг влево, это как влево, к раскрепощению. Он проще, чем стать более нравственным, чем сдвиг вправо. Вот я так, ради шутки сравниваю. Что делать сдвиг влево? Мне элементы, я сейчас их совпадающими с собственными индексами заложу, 0, 1, 2, 3, 4. Я беру и сдвигаю их вот сюда, а нулевой элемент я отправляю вон туда. Как это делается? Это делается методом грузчика на тесном складе. Я должен взять один ящик первый, куда-нибудь отложить вообще в сторону. То есть вот этот 0 мне нужно вначале куда-нибудь выложить во временную переменную, которую я назову tmp. Затем, ну я его сотру, хотя реально я просто поверх него скопирую. А затем я осуществляю следующую операцию. Я эти ящики как бы подтягиваю на себя и шагаю индексом. То есть копирование происходит из следующего элемента, в предыдущий. Но само движение грузчика происходит слева направо. Понятно? То есть хэть, 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 вот так вот. И я вот так вот двигаюсь по массиву. Причем заметьте, что элементов-то у меня 5, а циклических копирований 4. А вне циклических копирований 2 во временную переменную. После чего у меня перетирается, перетирается, перетирается. И вне циклический 0 туда отправлю. Получилось что? Циклический сдвиг. То есть то, что уехало налево, приехало с правого конца. Циклический сдвиг вправо должен логично действовать ровно наоборот. И обратите внимание, что у меня... Ну, понятное дело, что этот нужно во временный ящик потом будет положить. Но копирование будет из предыдущего в следующий. А грузчик двигается в каком направлении? Справа налево. То есть циклический сдвиг влево осуществляется при пробегании индексов в прямом порядке. А циклический сдвиг вправо в обратном порядке. Так, ну все-таки я напишу на доске, чтобы сейчас не переключаться долго. И быстро успеть. Итак. Массив А уже есть. В нем N элементов. Да? Ясно? Массив А уже есть. В нем N элементов. Для А... Ой, прошу прощения. Давайте я сейчас... Я даже не знаю, как мне сделать, чтобы вот те, кто сидят низко, увидели. Я... Вот так вот. Тут ТМП нарисует сюда, а тут завыше немножко. Поехали. Я перебираю К в диапазоне N минус 1. То есть у меня N минус 1 не достигается. У меня N минус 2 достигается. То есть К переберет нулевой, первый, второй и третий индексы для данного массива. А четвертый он не будет. Почему? Потому что я буду одновременно работать здесь сразу с двумя. А именно, я буду говорить, что А к атому присваиваю значение АК плюс первого. А что я забыл? Я забыл выложить отдельно в отдельный ящичек. В ТМП. Мне надо тут в ТМП, простите, еще немножко завышу, ТМП равно А нулевое. Явным образом выкладываю в отдельный ящичек то, что там внутри. Ясно? Все, цикл пробежался, он вот это все переложил, двоеточие забыл. И в конце, что я делаю? В самый последний элемент с индексом N минус 1 я кладу ТМП. Не А нулевой, а старое значение А нулевого, которое временно сохранено в переменной ТМП. Циклический сдвиг вправо. Ну давайте я тоже сотру, чтобы высота была разумная. В этом случае я выкладываю в переменную ТМП последний элемент. Затем я пробегаю индексами 4K in range в каком диапазоне? В диапазоне от N минус 2 до 0 включительно, значит минус 1 является стопом и минус 1 шаг. Обратите внимание, что посложнее получается чуть-чуть. Так, и что я делаю? Я в АК плюс 1 кладу значение в АК, ровно наоборот. Надо сказать, что здесь есть альтернативный вариант. Я могу, например, вот здесь вот идти от N минус 1 до нулевого не включительно. И тогда я копирую в АК ты и значение АК минус 1. Да? Я могу еще эквивалентных. Я могу на самом деле здесь К бежать просто in range N минус 1, а тут вычислять значение N минус К минус 1, N минус К минус 2. Понимаете? Можно по-разному. Я привожу один пример, как пробежаться. Главное, чтобы шло копирование в следующий из предыдущего. И чтобы вы не вылезли при этом за границы массива. Ну и потом положить в А нулевой значение, старое значение АН минус 1, которое сохранено во временной переменной. Решито эратосфена. Решито эратосфена. Что такое решито эратосфена? В школе рассказывали? Древний алгоритм. В решите эратосфена не требуется использовать операцию умножения. Я, возможно, успею на доске набросать только идею до звонка. Вы сами съели первые 10 минут. Поэтому я не все могу успеть. В решите эратосфена мы будем хранить, по сути, ложь и истину. А почему вы думаете, что в массиве обязательно должны храниться числа? Там могут храниться буллианы. Вполне. И изначально я сейчас буду считать, что у меня все числа будут простыми. Ну, по умолчанию мысленно я их такими положу. Я скажу true. А дальше умножить на N, где N это, ну, опять же, вот докуда я заполняю решито эратосфена? Оно же не может бесконечно. Иначе алгоритм, если N большое, то оно становится бесконечным алгоритмом. Невыполнимым, не алгоритмом вообще. Поэтому N – конечное число, до которого я хочу найти все простые числа. Дальше что я делаю? Ну, как известно, 0, нулевой и первые элементы туда, в принципе, надо сразу false положить. То есть, да, A нулевой равен A первому. Кстати, обратите внимание, что в этом случае я присваиваю в элементы, и поэтому я каскадным равенством туда имею полное право запихать… 0, false. Имею право, и мне даже не так важно, что там один или несколько логических объектов false, но все равно они неизменяемые. Логический тип, он тоже объект конкретный, false и true, он неизменяемый. Нельзя сказать, правда, сделайся ложью. Поэтому, если что-то ссылается на ложь, то оно все уже… Ясно? Так, ладно. А теперь что я начинаю делать? Я беру и для каждого… Для каждого значения 4K in range… Значит, до куда? Ну, по сути, до корня из N, да? Правильно я понимаю? Ну, я сейчас не буду ограничиваться. 4K in range N, да? А, начиная, прошу прощения, от 2. От 2 до N не включительно. Что я буду делать? Значит, если у меня Акатый правда, если Акатый является правдой, то значит, это число простое. И что я буду делать? Я буду все кратные ему, соответственно, бегу вперед с шагом, равным, собственно, его индексу, и отмечаю у них у всех, что они уже не являются простыми. Правильно? То есть, что я говорю? Если у меня Акатый… А как мне проверить, что Акатый правда? А никак, он и так правда. Мне не надо его сравнивать равно-равно true. Что-то равно true. А почему… Про это, вы помните, когда про алгебр-логику шел разговор, да? Чему равно x равно 1? Чему равно x равно 1? Ну, или как программисты любят спрашивать. Чему равно 2х2 равно 4? Чему равно 2х2 равно 4? А? True, истина. Да? Чему равно x равно 1? Ну, я сейчас вот в этом смысле, да, равно-равно 1. Да, оно равно-равно… Оно равно-равно true. А если у меня там фактически не равно, равно-равно-равно true, да? А почему еще раз не писать равно-равно true? А здесь я говорю, вот это само, когда оно истинно? Надо проверить, когда оно истинно. Понимаете, если у вас и так переменная логическая, то вам не надо писать эти равно-равно true. То есть, мне безумие вот тут-вот писать равно-равно true. То есть, когда оно является. Правда? Глупо. Не делайте так. Даже в ПЕП-8 в стандарте кодирования питона, это, по-моему, и то уже упомянуто, что вот так не надо делать. Логический тип на истинность проверяется просто. Одну минутку задержу, чтобы дописать алгоритм. Итак, если Акатый, то есть, по сути, если он простое число, то что я делаю, я запускаю цикл, я запускаю цикл, в котором я теперь уже вторым индексом, м, начну бежать в диапазоне, начиная от дважды к, от 2 умножить на к, ну или можно, в принципе, просто к плюс к написать. То есть, но сам к я не отмечаю. Вот следующего. С шагом, а, прошу прощения, предел n, то есть упираюсь я в n, его нельзя превышать, с шагом k. И что я делаю? Я говорю, что А в m ты это фулс. Это у нас число составное. К вот этому моменту, когда я сюда добегу, у меня, соответственно, принт А будет представлять из себя массив логических значений, где индексом будут соответствовать правда или ложь, какое число. Ну, правда, вот такая распечатка, она не очень ценна, потому что мне очень важно, в каком индексе это происходит. Поэтому я вместо того, чтобы распечатывать, собственно, сам А вот таким вот образом, я пробегусь по его индексам. For k in range n. И что сделаю? Я буду печатать print k в кавычках тире. А дальше... Ой, что я сейчас напишу? Смотрите внимательно, что я сейчас напишу. Смотрите. Вот я хочу вот здесь после тире написать слово простое или составное, в зависимости от логического значения true или false Акатова. Казалось бы, мне тут надо целый if писать с большущей конструкцией. If, то буду писать простое. Else составное. Оказывается, если у меня вопрос только в том, какую строчку опечатать в любом случае надо, то можно написать тернарный оператор. Смотрите, как он выглядит. Я буду писать вот здесь вот простое, кавычка, да, if Акаты, прямо в принте, да, вот, прямо вот тут, прямо вот на месте. If Акаты, else составное. Кавычка закрывается, скобка закрывается. Ну, как, нравится? Смотрите, тернарный оператор, еще раз подчеркну. Значит, if и else разделяют левый оперант условия и правый оперант. Значение выражения будет равно либо тому, что слева, либо тому, что справа, в зависимости от того, истинно вот это или ложь. На этом на сегодня все. До свидания, до встречи через неделю.